Здоровья вам! Одно из самых частых пожеланий в праздник. Сохранить самое дорогое, что есть у человека, помогают доктора. Привлечь их в наш северный городок помогают федеральные и региональные программы. О врачах, которые пополнили штат городской больницы, речь пойдет в следующем сюжете. Альфия Еблеаминова с детства мечтала стать врачом. Не остановил ее даже тот факт, что родители не общались с ней год, когда узнали, что она выбрала дерматовенерологию. Уже во время обучения в Уфе после третьего курса работала медсестрой. На все обучение потратила 10 лет. За годы работы трудилась в военных городках, противотуберкулезном диспансере, правительственной больнице. И вот уже три месяца, как опытный врач-дерматовенеролог, косметолог и кандидат медицинских наук, работает в Лабытнанге. Я абсолютно не боюсь заразиться от другого человека. Я об этом даже не думаю, когда начинаю осматривать и подхожу, смотрю, я об этом не думаю. У меня даже бывало случаи, что во время автокатастрофы, бывало, что я помогала людям без перчаток. И потом мне говорили, что этот человек ВИЧ инфицированный. Помогла решиться на переезд Альфие региональная программа «Врачи, нужные Ямалу». Такой же возможностью воспользовался и врач-травматолог Ангр Монгуш. Один миллион рублей дают востребованным специалистам. Для этого необходимо отработать в окружном медучреждении на протяжении пяти лет. За пару месяцев работы Ангар уже освоился. У молодого врача за плечами опыт работы в травмпункте и приемном отделении в республике Тува. У нас тут как совмещен прием ортопеда и травматолога. В плане этот, видится, как вторичный прием получается. Обращаются экстренные пациенты, пациенты болезнями упорно-двигательного аппарата и пациенты с травмами. Лечить лабытнанцев доктора едут с разных уголков страны. В этом году по программе «Врачи, нужные Ямалу» в город Семилистинец приехали трудиться девять врачей. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин